Пока-пока-пока, но не покачивая перьями на шляпе, а пока перерыв в работе, я вам об одной книжечке расскажу быстренько, как возможно. Про детки из 1959 год. Лесные диковины называется, автор Лаптев, Алексей, по-моему, если я не ошибаюсь, книга, которая, если в кавычках выражаться, меня немножко испортила в детстве. То есть книжка 1959 года, я 1966 года, я ее сколько себя помню, дома всегда помню. Вот такая была книжка. Художник Лаптев, он художник-иллюстратор, книжный график, и график был для журналов советское время. Хорошие у него рисунки, графики, гравюры, лес хорошо рисовал портреты. И вот одно из его увлечений было, последнего времени зрелого, это корешки собирать, находить в них какие-то образы, делать и оставлять себе, потому что нужды продавать их в то время, в общем-то, не было. Вот такая книжка. Начинается первая картинка с такой шикарной животинки. И дальше поехали. То есть то, что я читал, вот они. Тем любителям альбома «Живу, хожу, гляжу» у него, все будет понятно, откуда оно все образовывалось. Вот такие как бы облака, которые здесь у него прорисованы, которые что-то напоминают, которые многих из нас, если они не смотрели всегда под ноги, это все радует и находятся какие-то образы. Вот корни-выворотни, заяц тут же, силуэт зайца такой, орел-козел, человечек и так далее, рисунки автора. То есть это его все, графика, вплоть до шрифта и так далее. Вот, 1959 год. И вот эта графика, вот такой график я, во-первых, тоже с детства хотел уметь пером писать и рисовать. То есть вот так, как, допустим, Лаптев рисует. Вот у него здесь пейзажи, такие наши родные. Ну и описывает ему, конечно, интересную книгу, я все читать не буду. Как-то на него впечатление производили музей, куда его мама водила. Музей какого-то деревянного зодчества, где его больше всего, конечно, фигурки поразили. И это заложило в нем любое дерево. Еще к чему-то. Это уже его детские работы из дерева. Когда я их смотрел и читал, я всегда поражался и думал, как бы мне тоже так неплохо было бы какие-то такие работы. 13 лет он уже врезал, говорит, серьезные вполне вещи. Ну и вот пошли, как бы, вещи. Вот тоже те самые узоры на окнах, которые мы с детства иногда рассматриваем. Шикарная композиция с оленятами, с оленями. Классно. То есть, если ты такое чудо увидишь, то будешь стоять там, долго завороженного окна. И жалко будет, когда это все растает. Облака вот такого плана. Потом после этой книжки выходишь, например, на улицу. И во всем клубящемся дыме, который в котельных, или там заводской дым, или дым из труб, когда зимой мимо частного сектора идешь. Или облака. То есть, во всем начинаешь иногда искать вот это. Если найдешь, то эта находка радует несказанно иногда. Потому что такие вещи бывают, которых сам нарочно не придумаешь и не нарисуешь. Неожиданные какие-то ракурсы, динамика. Все что угодно. Мрамор на меня вот эта танцовщица не очень всегда впечатлила. Монах нравился. То есть, из такого огромного монаха. Я бы увидел, открыл рот и стоял бы долго, пока меня не увели оттуда. Что-то действительно здорово впечатляет. Вот тот самый снег. Чтобы было понятно немножко, что меня торкнуло. То, чтобы всегда наблюдать. Тогда не было еще таких фотоаппаратов, как у нас. Хотя был у него фотоаппарат. Художник он был хороший. Мог себе позволить, я думаю. Но не всегда он был с собой, так скажем, этот зенит. Или какой у него был в то время. Но за счет памяти своей и таланта. Вот он их зарисовывает. Здесь что-то тоже помогает потом. Вот здесь живой горностайчик. Прямо. Ну, представляете, да. Идешь и там вот он. Движонок крапкается. Такой белый. Это Баба Яга. Тут светотень. Плоховато видно. Но нос у нее там такой, короче, крючковатый. Она конкретно там, что-то на посту на своем. На пограничном столбе там своей темы мутит какие-то. Вот. Конкретный удав. То есть это очень красивый снег. Какими он макарами там лег. Я не знаю. Но увидеть такую вещь в лесу, конечно, такое восторженное состояние может случиться. Радостное. Действительно. Удав. Классный. Вот мужички вот эти. То, что они рисованы, мне еще, кстати, больше нравилось, чем если бы они даже вообще вот такие прямо были из снега. Сама графика, она... Ну, сам такую не придумаешь нарисовать. А вот как наслоение снега, они... Какие-то нюансы, допустим, да, они неожиданные. Поэтому она получается внезапная какая-то радость и восприятие такое непредсказуемое. Ну, график походов там. Все вот это расписывает. Все хорошо, все красиво. Вот эти коряшки мне всегда нравились, которые там какие-то как лапы у дракона. Уже начинает фантазия подключаться, чтобы ты убрал, чтобы добавил, чтобы ты как бы прорисовал, чтобы ты отпилил какую-то ветку еще добавить. Ну, конкретно лапы и вот он пошел там шевелиться драконюга какой-то. Это классно. Вот такие штуки. Потрясающая идея. Никогда не рассохнется такая скамейка. Вот это крепление, которое годами там эти сучки вплотью ствола обрастали, впивались в нем, врастали. И они вот там все навечно. То есть, если она не сгорит, она будет стоять. И все было под рукой народа. Каждый умел заточить топорик, пилку, вжик, тык, тык. И все у тебя твое. Не надо идти в супермаркет и в левшу покупать себе лапшу. Так, вот вешалки тоже классные. Даже шапки красивые. Дизайн вообще такой уникальный. Вот тем более он прибалтийский. То есть, есть момент, да, какой-то разницы от нашего восприятия. И он своеобразный, интересный, мне кажется, современный интерьер. Даже каждая из этих вещей ляжет вообще на ура. Если покрыть грамотно. Вот эти штучки, коньки, они, я думаю, у нас из... От наших предков там в крови просто радость от восприятия таких коньков. Потому что у них это было связано с... Ну, с уютом в доме еще что-то. Что они украсили этот дом. Что там у них их семья. Все, что они создали руками, столы, табуреты. Все деды сделали. Все валенки сами сшили, подшили там. И все вот это... Оно в крови просто течет. И эта кровь от деда к отцу переходит. И прямо меня она радует, наверное, подсознательно. Когда я смотрю на такие вещи. Веками. Которые были приняты. И сейчас их, к сожалению, на пятиэтажках у нас и на девятиэтажках нет. А зря. Зря. Такие штуки тоже. Лаконизм. Эти волокна, которые как бы по волокнам дерева. Они на срезе начинают петь. Сами по себе еще. Это вообще там, если живем, вот эти вещи. Кто видел, делал, работал, осизал. Не передавучие. А еще щуги. Вот это китайские, как бы, штучки. Которые тоже, он природный какой-то вариант. В котором находится что-то похожее на что-то похожее. И там уже идет прорисовка, допустим, их мастерская. Там лица этого философа большолобого. И коня плоскогрудого. Ну, хорошего. Потому что он там идет и идет. Вот тут какой-то дедушка с внучком. Идет за пятачком. Вот это я уже из другой немножко сказки. Ну, короче, такие тоже они непредсказуемые. Композиционные, неожиданные. И в то же время достаточно цельные. Что мне вот в них нравилось, когда я маленький с вами. Немножко есть такая нюансы. Но в целом композиция бан, все на месте. Вот его первая веточка. Журавль. Журавль. Шикарный, неожиданный, непредвиденный. Поверхность сохранена этой корешка. Все покрыто. Там может какие-то есть стыковки. Я их не знаю. Он написывает там все это. Очень интересно причем. Как, куда, что, какие детали. Потом видно будет еще на других моментах. Вот первая находка. Первые радости. Вот такая. Несколько странная антилопа, наверное. Вот с крыльями. Но характер, мульчашность, интерьерность. Нормально все. Все. Все в теме. Я думаю. Нравилось мне страус. Хороший. В динамике. Фактура работает. Если по цвету. Ну. Так представить. Какой цвет там в этом дереве. Которое отстоявшееся. Где-то оно было на природе. Там тонь набрало. Там от солнца, от воздуха, от воды. Очень, очень живая вещь. Красивая. Индийская танцовщица. Симпатичная. В меру эротичная. Ну. Насчет титичная. Тут я не пойму. Но все нормально у них. Короче. Хорошая. Красивая. С полосками можно поспорить. Хотя. Тогда наверняка уже думали о рекламе Билайна. И это все было в трыне. Так. Тут выворотни. Все как следует. Бык испанский. Мне вообще с мелкого возраста. Меня просто поражал. Ну. Никогда ты вот не вырежешь. Не придумаешь. Хоть ты зарисуйся. Хоть ты спи. Хоть не знаю что пей. Кури даже. Так. Скажем. И ты не придумаешь такого быка. Который вот в природе. Он бомбан увидел. И вот это вот. Когда ты ловишь. Одним движением глаза. Ты находишь какой-то. Уже готового быка. Которому остается чуть-чуть чего-то добавить. Вот эта скорость. Рождение. Восприятие образа. Она здесь. Ну. Просто скорость света. В корягах. Поэтому. Когда вот это. Вот это под корой. Снимаешь аккуратно кору. Корней. Там непередаваемая. Вот эта. Текстура. Фактура. Она как. Кожа. Не кожа. Такие вот эти все полосочки. Все. Поверхность. Ну. Шикарнейшая. Просто. Просто шикарнейшая. Еще. Ну. Добавьте цвет. Образите. Обалденный просто. Ну. Бык вообще восхитительный. Просто. Бык. Лось. 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 Тоже один из самых любимых у меня. Невозможно его просто. Не передать. Не нарисовать. Не выполнить. Три ноги абсолютно не смущает. Правда полная. Когда лось идет. Ты. В лесу нифига не поймешь. Сколько у него ног. Ты будешь восторгаться. Его общим движением каким-то. Тут. Вот. Вот это как раз. Оно все есть. Вот его не повторить. То есть. Вот такая вещь в интерьере. Что. Вообще шикардятин. Единственное. Бывает иногда мысль. Что если его взять. Допустим. И отлить в бронзе. И очень грамотно запатинировать. То. У него появится какая-то новая художественная ценность. То есть. Имитация одного вида искусства. В другой. И. Ну. Это надо пробовать. Ну. Мне кажется. Что может. Я бы такую вещь бы себе заимел. Это те детали. Из которых он. Ну. Наверное. Первый взгляд. Конечно. Вот он поймал. Наверное. Я не помню точно. Надо перечитать книжку. И вот. Как бы. Голова с носом. Они себя нашли. Стыковки. Это все. Конечно. Там кропотливо. Все. Но это все. Если есть. Таланты. И работоспособность. Аккуратность. Все. Можно. Это все решить. Вот. Тут такие. Варианты. Когда он находил какие-то вещи. И писал. Либо голову старика. Либо щенка. Либо верблюда. Когда вертишь. Разные. И приходится выбирать. Это я тоже знаю. Когда с ветками работал. Не все фотографии. Всех корней. Которые я. Например. Сделал. И продал. Или подарил. Есть у меня. Но вот эти варианты. Я на себе знаю. Верблюд. Верблюд. С ним такая интересная история. Вот он. Шикарный верблюд. Все. У него такая фактура. Текстура. Все. Меня с детства смущает. Вот эта нога. Вот она. Эта нога. Из одной песни. Это из одной песни. Все из одной песни. Все. Одна фактура. Все. Вот он. Вот. Не времени. Лишь. Я не знаю. Ну. Грубо говоря. Да. Чего-то там был. Чик. И прислонился. Какую-то. Какую-то ноту. Какой-то инструмент. Брякнул. Я с тех пор вот всегда думаю. Что надо так все просмотреть. Любую линию. Любую. Какие-то детали. Чтобы потом. Какой-нибудь. Еще один мальчик. Потом его 50 лет. Потом не смущало. Вот эта нога. Которую ты туда вставил. Давай. Не поленись. И вставь туда нормальную верблюду ногу. Которая в теме. С этими будет вещами. И с этими. Вот так. Маленькое ворчание. Может единственное. За всю книгу. Обезьяна. Шикардятная. Персонажная. Ну. Хотел. Не хотел бы. Я ее не знаю. Хвост. Почему он такой дробленый. Тоже не знаю. То ли он надевал ее. На что. То ли он ее сминал. Это не так важно. То есть. Это как бы такое. Песня. Проходящая в альбоме. Вот. Заяц. Меня. Очень сильно. Всегда поражал. По. Ну. По находке. Вот этой вот. Какой-то пластики. Анатомии. Даже. Образы. И состояния. И характера. Все так. Все так. Вообще. Заяц. Как. Тук. Как слово. Такое. Как символ. Так. Шлепок. Так. Тук. Все. На месте он весь. Ничего лишнего. Класс. Леди. Мне нравится. Рисунок. Такой. Такая. Характерная. Неожиданные. Какие-то вещи. Которые. Анатомии. Ломают. Но. Образ. Все. В тему. Все. Красиво. Все. Вот. Такие сочетания. Как бы. Рисунка. У него. Мне тоже. Всегда нравились. И. Того. Что. Эта коряга. Напоминает. И. В принципе. Несмотря на красоту рисунка. И так. И не поймешь. Что же лучше. То есть. Я бы думал. Такую корягу. Допустим. Поставил бы. С ней. Невозможное количество времени. Можно обалдеть. Просто. От одного ее. Лицезрения. При разных освещенностях. Там. И так далее. Если. Дать место. Хорошее. И. Допустим. Подсветочку. Дать. Покрыть. Хорошо. Это сам себя. Он рисует. Капик. Тут. Топориком. Примеряет. Плащ. Такой. У него. Интересный. Штриховочка. Все. Хорошо. И. Вот. Одна из самых шедевральных. Для меня. Вещей. Из дерева. В мире. Насколько я себя. С детства. Помню. Это. Вот. Его композиция. Дон Кихот. И. Сан Чапанца. Которые. Каждая деталь. Это. Все. Найденные. Природные. Корешки. Которые. Уже. Были. По форме. Заложены. По характеру. По фактуре. По текстуре. По всем делам. То есть. Это. Все. Взгляд. Рука. Все берет. Стыкует. То есть. Это. Такое рождение. Которое. Вот. Ни с чем не сравнишь. То есть. Скажите. Какова. Цена. Этой работы. Допустим. Не. Непередаваема. Вообще. То есть. Такой. Ее. Нет. И быть не может. Ни второй. Ни первый. Ни. Никакой. То есть. Я не знаю. Кажется. Я бы. Часами. Могу. Вот. На нее. Даже. На фотографию. Смотреть. Пенек. Я на выставке. Примерно смотрю. Там. Какие-то надпись. То есть. Это пенек. Я представляю. Примерно. Какое там. По размеру. Должна быть. Там. Полметра. Больше. 600 миллиметров. Допустим. Это впечатлительная вещь. Такая. Очень впечатлительная. Я не знаю. Где она. Находится. Живьем. Я бы. Конечно. Я с удовольствием посмотрел. Потому что. Персонажность. Элементы. То есть. Рука. Ну. Все. Не нарочито. Как-то. Не прорисовано. И все. Ясно. Все. Понятно. Все. Конь. Характер. Масластый. Такой. Ноги. Тут. Хвост. До волосинок. Прямо. Шпага. Все. Тут. Вообще. Даже. Слов нет. Одни эмоции. Одни эмоции. Вот она. Голова. Лошади. Ухо. Ветер. Все на свете. Все эти странствия. Они все здесь. Круче. Чем Сервантес написал. Вот. Природа написала. Если так можно сказать. Конечно. Осел. Такой. Вообще. Персонажный. Санчо Панса. Пум. Чун. Все. Ясно. Все. Понятно. Так. Здесь. Да. Шипун. Здесь был такой Федор Чувеляев. Да. По-моему. Один из известных любителей корешков. Вещи у него. Он с детьми занимался. За что ему конечно. Большой респект. Потому что пацанам он привил вот эту. Тему. Наверняка она у них осталась. Что-то оттуда. Думаю что светлое и доброе. Вот такие у него штуки. Они своеобразные были. Они потом ходили по деревням. По сундукам. Кое-что доставали. Люди которым он дарил. Которые у него приобретали. Что-то. Вот они. Ну. У него стилистика. Какое-то особо. Другое уже видение. То есть. Человек. Корни те же самые деревья. Он уже там. Пум. Его взгляд он ложится по-другому абсолютно. Шикарные. Шикарные штуки. Цены нет вообще. Этим вещам. Просто цены нет. Пингвин. Пум. Все. Индюк. Сначала может ты не поймешь. Индюк не индюк. Там надо остальные ракурсы смотреть. Но сама. Промолчу даже вообще. Ну тут. Вот театральность. Мне в этом не очень нравится. Честно. Тут. Это женщина видимо. Не то что там. У женщин корешки хуже не видят. Театральность мне в этом. В этой теме. Она. Театральность и нарочитость. А там внезапность. То есть. Сочетание этого. Оно. Очень вопросительное для меня. Вот это. Как бы автор. Скульптура. Рачев. Есть такой художник. И его наверняка все из старшего поколения. Там из среднего. Знают как иллюстратора детских книжек известный. У него все в одежке такие. Медведи. Там еще какие-то зайчики. Болгарские сказки наши. И украинские. Всякие. Иллюстрировал. У него такие. Ну очень специфичная графика. Вот он тоже увлекся. Они там по этой теме. На совете. На совещаниях художников. Они сидели там на заднем ряду. И, короче, про веточки там шушукались. Все. Вместо того, чтобы председателя слушать. Потому что это. Чуть не сказал. Такая шизофрения хорошая. Что тут. Ух. Вот у него они такие. Вот фактура там. Ни в бормашине. Ничем. Никогда не сделаешь. Замаживаешься. Вот искать эту внезапность. Реально. Эту смятость какую-то. Может он смешной. Дурацкий. Кому-то покажется. Мне кажется, если живьем. А тем более. Вот врачок там. Серьезный художник. Вообще профессионал. Он мне лишнего не убрал. Не оставил. Пум. Попал. Телка. Вот. Такое понятие. Телка есть. Как. Молодая самка. Этой. Как его. Коровы. Хотя. Он на волка похож немножко. Если там. Какие-то нюансы там. Поменять. Нормально. Но. Просто ракурс. Все дела. Ну не загнешь ты сам. Смелости не хватит. Просто вот такие дела. Искользить иногда. Как в природе. Это смелости. На волок. Учись не хочу. Ну и дальше. Пошел разговор. В мастерской. Здесь инструментики показывают. Шик. 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 Клей. Там пилки. Сверожки. Еще. Парочка. Мама. Доча. Сына. Или кто. Антилопята. Антилопята. И антилопихи. И потом. Пошли там еще странички. Вот его какие-то вещи. Уже они в мастерской. Когда их. Некоторые. О которых он не рассказывал. Такие сочинные дирижеры. Там еще какие-то образуются. Заяц. Он читается сразу. Просто. Ух. Верблюд. Нога которого и здесь меня смущает. И бык. Который мне и отсюда нравится. Его графика. Вот здесь таки танцор. Он шикарный. Такой странный. Ну и там несколько таких более простых вещей. Ну для меня книга я читаю. Вот эта антилопа. Которая на центральной. Главной странице на обложке. Где сучки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Целая музыка. Голова. Шикарно вообще. Все. Вот эти ноги. То что они здесь разошлись. Там сучок. Вообще. Вообще очень здорово. Ну и там. Поп-бол. Там я немножко рисовал. 2 рубля 40 копеек. Вот. Ищите детям. Книги которые их по хорошему испортят. На всю жизнь. И может это что-то доброе. Улица. Надеюсь видео загрузится. По минутам. Немножко долговато. Всем привет.